Как я полюбил панк-рок? Уходил в панк-рок и несколько раз возвращался. Было увлечение такое, чтобы создать что-то свое, не похожее ни на что. Вы бегали с такими глазами, а вы что здесь делаете? Эта история достаточно такая прикольная. Мы же начинали, по сути, с человековского телевидения свое творчество. И вот сейчас мы вернулись, мы поняли, что в принципе сейчас без этого невозможно. Наши парни Рубит Рок, нами начали интересоваться. Мы захотели денег. Эта группа перерастет во что-то больше. За кого панки голосуют? Это конец 90-х, это все-таки некая эпоха свободы. Вам придется репетировать, хотите вы это или не хотите, я заставлю. Как вообще все это было? Было кайфово. Всем привет, в эфире подкаст Крупным Планом. Меня зовут Катерина Куцева. И сегодня у нас в гостях одна из старейших московских поп-панк-групп, группа Фиги. Ребята, привет! Привет! Что-то вы сегодня неполным составом. Я надеюсь, ребята еще подъедут. Ну, мы немного разделились. Ребята там работают и немного опаздывают. Но я думаю, что они подъедут и договорят то, что мы не сказали. Отлично. Пока мы ждем ребят, давайте не будем терять время понапрасну и поговорим об истории и вообще возникновении вашей прекрасной группы. Как вообще вы пришли к тому, что решили создать свою группу? Ну, надо понимать, что это конец 90-х годов, и нам делать-то было нечего особо. Это не современное Подмосковье, где можно было заниматься чем угодно. Но мы нашли как бы вот вместо того, чтобы ходить по подъездам и пить пиво, мы нашли себя именно в реализации того, что мы взяли в руки гитары и создали какие-то коллективы. Не знаю, как это произошло, наверное, это было как-то сумбурно, как мне кажется сейчас. Как я говорю, стечение обстоятельств. Да, да. Так получилось, вот и все. Было ли у вас в тот момент понимание, что эта группа перерастет во что-то большее? То есть это не просто ваш, так сказать, кружок такой по интересам? У нас было не понимание, а была такая цель. То есть мы, конечно, мы хотели так, мы хотели добиться каких-то, не знаю, результатов, хотели, чтобы на наши концерты приходили поклонники и, ну, и видели себя такими, как бы на сцене, в больших залах каких-то. Ну, начнем с того, что мы еще немножко нестандартная группа. Обычно группа начинает, как собираются уже какие-то музыканты, ищут друг друга, там, не знаю, сейчас в интернете по интересам. А у нас все было по-другому. Мы, можно сказать так, ну, занимались, увлекались музыкой, и на фоне этого увлечения просто взяли гитары и начали уже, не умея ничего играть практически, начали уже что-то сочинять, какие-то песни там, да, то есть. Ну, вот Олег тоже там с своим приятелем, нашим другом Пашей, там, да, они, будучи там 15-летними подростками, там, уже начинали писать песни. Ну, и я вот с Рашидом Афанасьевым, мы тоже вместе, как бы, ну, можно сказать, с нуля, там, четыре аккорда и вот... Я понимаю, что хотел сказать Димка, он просто говорит о том, что мы, как бы, на почве музыки обрели друг друга, как друзья. То есть, мы сдружились, и, в общем, как бы, для нас дальнейшее существование было понятно, предопределено, как оно говорится. Да, и вот мы там дружили, вот там у нас... Рашид, будешь текст писать? Он говорит, давай, буду текст писать. Вот он начал текст писать. Я начал играть на гитаре. Сейчас это, конечно, дебиль немного. Да, да, да. Выглядит, да, но в целом это так и было. Никаких у нас глобальных, там, в плане, ну, я не знаю, там, как сказать, для нас, в первую очередь, было творчество, что-то как-то самовыразиться в творчестве, в первую очередь. Даже не умея играть и не разбираясь в музыке, в плане, как, из чего она состоит, там, да, аккорды, там, и так далее, то есть мы это вообще даже не понимаем. Но вот снимая наши любимые... При этом сопровождалось же приятным времяпровождением, то есть мы как бы делали для чего? Для того, чтобы убить время, которое мы вот работали на каких-то работах, приходили и вечером что-то сочиняли, что-то делали. То есть и было кайфово, то есть вместо того, чтобы какие-то пьянки устраивать, мы устраивали сейшены в клубах какие-то там, не знаю, там, с Диким Рубилово. Да. И это было круто. Сонтанно, дети. А как проходили вот ваши первые репетиции, когда группа только собралась? Наверняка же была какая-то своя такая атмосфера, романтика. Как вообще все это было? Ну, у нас, видишь, там есть Дом культуры наш родной, Медвежазерский. Почему родной? Потому что мы всю жизнь в нем. Мы туда пришли репетировать. Это же на самом деле такое достаточно сложное мероприятие, потому что там дома ты это не сделаешь, не отрепетируешь. Барабанную установку надо ставить. Грохот. Ну, соседи сразу, то есть мы через это прошли, понимала. Дома поставили там барабанную установку, это же сразу соседи снизу, сбоку, сверху. Сразу приходят стучаться, вызывают ментов. Ну, до поры до времени, то есть порепетируешь так себе. Это я помню даже когда, вот Олег, про период, который рассказывает, мы действительно в новом городке, прям в квартире. У нашего приятеля, который как раз, у него родители все уехали, там, да, он жил один, и мы у него там начали. Олег писал там музыку, Юрка Вовнища играл у нас на барабанах, вот. И я еще помню, это были выборы президента России 96-го года, и я шел вот с каким-то чуваком, он меня спрашивает, слушай, интересно. И мы слышим этот звук на улице, я слышу, тихо, тихо. То есть, а это мы играли, а он идет? Да, я иду. Я такой понимаю, что это наши парни рубят рок, и у меня чувак спрашивает, слушай, интересно, за кого панки? Голосует. Вот это я помню в момент, короче. А мы с выборов шли, как раз, я помню. То есть, ну вот, да, и то есть создать репетиционную какую-то такую репетиционную базу, что-то еще, это на самом деле очень важный момент. И вот мы, по-моему, пришли в Дом культуры, потом у нас еще офицерский клуб был рядом, и туда тоже мы приходили, и там тоже репетировали, где мы только не репали. Вот, но основная мысль такая, чтобы найти помещение, где можно погреметь хорошенечко, принести туда свои колонки с усилителями, гитарой подключить и греметь от души. Вот, но первые репетиции, наверное, я сейчас, честно говоря, не помню. У нас такого не возникало, какого-то сомнения по этому поводу. Мы приходили, начинали сразу, блин, что-то там лобать, долбить, орать. Орать все, что нужно, все, что необходимо, мы делали для этого. Поэтому первые репы, я их сейчас не помню уже, но... Потом был период, когда мы репетировали в полковой связи, ВДВ, у нас медвеж-базер. Такое было. Перелезали через забор, когда мы надоедали, то есть мы приходили в Дом культуры, то есть мы долбили, а мы играли громко, на весь ДК все дрожало, естественно. Потому что, вот, когда мы кому-то надоедали, нас сразу вышвыривали, то есть мы говорили, все, идите, вы надоели, идите отсюда. Мы сразу находили другое место, где можно такую же фигню проворачивать. То есть сразу в Дом офицеров пришли, тоже там какой-то подвал. Мы сразу там поставили свои колонки, сразу все наладили, все, и давай там греметь. Там в то время, это тоже конец 90-х, там, не помню, да, конец 90-х. Они какой-то бизнес устраивали, там, что-то там, не знаю, что-то они делали. И мы мешали там шутко, потому что мы гремели там так. Они сразу нас тоже вышвырнули. Куда мы пришли? Мы сразу пришли в полк, в полк связи, ВДВ у нас туда. Там мы гремели. Компетировали там. Там тоже сбегались. Но там прибегали контрактники. Прибегали с такими глазами, а вы что здесь делаете? Не-не-не, а мы со своим панк-роком. Да, слушали там нас, не помню. Фанатели даже. Ну, такая история. С некоторыми сдружились там. Но потом уже где-то в начале 2000-х годов мы уже плотно осели в Доме культуры, и уже оттуда нас никто не выгонял. Мы как-то стали планировать просто свои репетиции, учитывать то, что мы не одни там находимся, что кроме нас еще куча, большое количество коллективов в этом Доме культуры находится. И нужно друг другу вступать, чтобы было такое взаимопонимание какое-то. И мы, естественно, уже существуем по сей день. И за это, конечно, спасибо директорам, которые приходили и уходили. И вот последний директор, который замечательный директор, с которым мы очень хорошо сотрудничаем, Людмила, она нас очень любит, и нам это очень приятно. И на самом деле это круто. То, что вот у нас есть такой диалог с ней, клевый, это здорово. Если вбивать просто в интернете название вашей группы, то вылезает история о том, что группа появилась 19 ноября 1999 года в ходе слияния двух музыкальных групп. Это действительно так? Ну, в целом, да, наверное. Ну, мы это, знаешь, это на самом деле громко сказано. То есть два коллектива. Хотя, по сути, коллективы ничего из себя не представляющие, можно так сказать. Они, конечно, коллективы, они полноценные. Там был и барабанщик, и гитарист, и кто-то там пел в этих группах. Но о этих группах никто не знал, понимаешь? Но начало было положено. Начало действительно было таким. То есть это два коллектива, которые занимались своей какой-то музыкой. Там вот после работы мы приходили, что-то делали. Они сочиняли песню, мы сочиняли песню. Мы друг к другу приходили, обменивались творчеством. И они это в лице Олега. Я просто скажу, что я, Юра Войнич, по-моему, Юра Фиников, Пашка Богачев, вот мы четыре человека, это был один коллектив. Димка, Рошет, Леша Дупличев, Леша Молчин, это другой коллектив был. Но Юрка у нас на барабанах играл. Да, но Юрка... Поэтому можно сказать, что у нас коллектив такой наполовину был общий, можно так выразиться. И получилось все просто, банально. Когда мы начали... Ну вот у нас была группа Фиг-2. Ну у меня группа, так можно сказать. Да, мы там группой Фиг-2 занимались. У нас было направление именно панк-рок. И была вот Олега группа и КГ. Она больше такая рок, гранж, вот в таком направлении. И у Олега какой-то период времени ему стал нравиться такой панк-рок. И он начал нам сочинять определенные песни. И подгонять нам песенки. И в какой-то момент я даже, ну что-то мы записывали, я такой понимаю, такой говорю, Олег, блин, ты же лучше меня поешь. Ну, давай ты будешь петь там просто. Ну, тупо все. Олег говорит, ну давай, там записал песню. А потом, блин, давай тогда это как бы объединимся, грубо говоря. Там, что нам Фиг-2, да, Фиги назовем там. Как-то так, да, получилось? Ну, к тому моменту у нас как-то так это все достаточно гармонично сложилось. То есть мы не просто делали так, давай сложим. Так, вот ты уходишь, ты уходишь, так, а мы вот сделаем. То есть, нет, оно само так получилось. Кто-то там покинул нас, кто-то не смог. И оно объединилось, грубо говоря, в один коллектив, скажем так. Какой-то семейный там стоять. Ну, да, да. Плюс мы стали играть там, был период у нас, когда мы начали играть такой свадебно-ресторанный репертуар. Да, там, скажем так. Скажем так, мы захотели денег. Да, да. Навеяло время. Ну, и плюс это, кстати, на самом деле нам помогло с точки зрения развития музыкального. Много песен. Да, да, да. А это всегда так работает. Да, много песен переработали. Мы же, когда начали заниматься своим творчеством, сочинять свои песни, мы же даже не интересовались, как это происходит. Ну, слушали какие-то любимые группы, любимые коллективы, да, и на этом ограничивались. Но представления не имели, как оно делать, из чего музыка-то, собственно говоря, состоит. А когда начали уже работать над каким-то там, скажем так, свадебным репертуаром, вот, мы, естественно, ты подбираешь аккорды, подбираешь какие-то соло-моменты и понимаешь, о, а вот так, оказывается, люди сочиняют, о, так это так надо делать. Какие-то аккорды, да, и вот, и наша группа была-то в кавычках уникальна, потому что мы живьем только играли, вот, ключевой момент. Да, а в то время, да, там, в то время это было редкость. Это был мини-диск такой раньше, на мини-дисках они прям включают, там, минус и минус поют, как сейчас караоке, собственно говоря. Вот, а мы прям живьем барабаны привозили, это целый геморрой был для всех, кто устраивал там эти все мероприятия, но что делать, мы так вот играли. И, кстати, там много и рок-композиций мы исполняли, в том числе, вот, поэтому так было достаточно интересный опыт. А когда к вам пришла вот первая такая крупная популярность, примерно через сколько после основания группы? Когда вот вы там собрали уже свой концерт личный, когда на улице стали узнавать, девчонки подбегать, сфотографы просить? Слушай, но популярность, она так и не пришла, кстати. В плане популярности, как всех нанимают. Все равно, когда вас знают, вы собираете концерты. Первый раз, когда я лично ощутил это, мы играли в клубе «Свалка», я помню, мы сыграли один из первых концертов с такой, с одной из достаточно знаменитой группы. То есть, на разогреве, да, когда ты приходишь на разогрев к знаменитой группе, а у нее там большой зал, битком, и мы сыграли свои песни. И после этого народ, то есть, люди. Там же не было такого интернета, как сейчас, да, у каждого интернет. Раньше это было, там, типа, у каких-то, не знаю, у каких-то там богатеньких людей. Так все дома сидели. Да, да, там, и то на модем, он очень медленный был. И чтобы узнать, когда мы в какой-то любимой группе, целая проблема была. Вот, и вот мы сыграли на разогреве, и нами начали интересоваться, начали как-то, я даже сейчас не помню, каким образом, то есть, мы шли после концерта, девчонки, наши песни орали, и мы офигевали. То есть, мы даже представить себе не могли, что наши песни какие-то посторонние люди поют на улице, то есть, и это вообще для нас шок был, конечно, в то время. Ну да, и тогда еще были популярны всякие сборники. Да, именно по сборникам, да. Да, мы из, ну, нас стали приглашать. Да, там, какие-то панк-романтика, панки в городе, что-то. Да, 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 ну, то есть, тогда вот период начала двухтысячных. С панком связан. Панк-рок, он начал прям набирать такую популярность, и группы, ну, просто, ну, там, я помню, мы там концерт играли каждый месяц в Москве, там, вот, и то на разогреве, то не на разогреве у колодок, то фестивали какие-то, да, там, постоянно это все происходило. Да, и у нас понеслось прям вот так вот, прям, очень прям плотно-плотно, я помню, мы начали выезды делать, там, то в Питер, то куда-то в Самару. А когда у вас появились первые клипы? И вообще как это все было? Да, эта история достаточно такая прикольная. Мы же, на самом деле, вот, мы же начинали, по сути, с шелковского телевидения свое творчество. И снова здесь. Да, да. Почему? Потому что мы пришли к Юрине Взорову на программу «Хоть совет», принесли ему свою песню, и он нам снял один ролик. И людям понравилось, то есть, они, очень большой отклик был на эту передачу, и он сразу нам позвонил, сказал, говорит, приезжайте еще будем снимать. То есть, мы там сняли какую-то там песню «Весна», по-моему, была, и вторую мы сняли песню про собаку. Потом мы участвовали у него уже в каких-то новогодних передачах, да, там, песни приносили, и он еще нам снимал отдельно. Это все только вот то, что касается шелковского телевидения, то есть, чтобы вы понимали, до этого у нас вообще ничего не было, просто вообще ничего не было. Даже там с творчеством можно было сказать, что и творчества, по сути, не было. Вот. Был еще концерт, который он приехал, мы в Москву сняли, где-то на Варварке, это клуб «Матрица» был, вот, большой концерт, и там где-то песен, наверное, 12, он снял нам конкретно, и эти песни потом долгое время... Это какой-то постановочный концерт. Да, крутились, крутились с началом телевидении, то есть, конкретно он их снял долго очень снял. То есть, там не было концерта как такового, просто у нас как съемка была. Это типа такие, нарезка как бы ролики такие, типа, вот мы сделали выступление, и он их сделал как ролики такие, и крутил их, долго-долго крутил. Вот, так что все, возвращаясь на круги с вами. Потом у нас был период, когда мы вообще ничего не делали, бездельничали по поводу роликов, сняли там, по-моему, какой-то в 2010-м один клип на взводе. И вот сейчас мы вернулись, мы поняли, что в принципе сейчас без этого невозможно. Нужно обязательно визуализировать свои песни, обязательно просто, потому что иначе люди неохотно слушают, ну не, слушают, конечно, музыку на этих электронных площадках, но когда они видят визуал, они как-то откликаются лучше. Вот, и поэтому мы начали все-таки делать, снимать, сняли смысл жизни, вот у нас пошел, у нас улица, последний альбом, который выходил, улица 1 и улица 2. И вот мы сняли и там клип, и с этого альбома сняли клип. На новогоднюю песню сняли клип. И сейчас вот мы сделали на кавер Андрея Губина песня «Ночь», тоже сняли, сделали кавер и сняли, соответственно, клип. Я надеюсь, это все очень зайдет слушателю, все, кто это послушают, пишите нам комментарии, понравилось вам или нет, для нас это тоже очень важно. А вот, кстати, в тему кавера «Ночь», который вышел там буквально в пятницу, почему именно эта песня? Чем вот она так зацепила? Смотрите, как все произошло. Олег же, не секрет, играет в группе приключений электроников. То есть, это группа, которая, в принципе, специализируется на каверах. Соответственно, Олег говорит, приходит на репетицию к нам, говорит, ребят, смотрите, блин, нравится мне вот песня Губина «Ночь». Нет, просто перед этим надо сказать, что приключения электроников-то очень давно уже существуют. И все хорошие песни, которые есть, они уже более-менее сделали. Конечно, песен большое количество, но такие, которые можно сделать и которые найдут отклик у людей, они уже все сделаны в приключения электроников. И выбрать сейчас новую песню очень сложно. И я вот, ну, мы готовили новый альбом, новую пластинку, мы его постоянно готовим, но, не знаю, безрезультатно какая-то операция, но невозможно закончить, мне кажется. Вот, и отслушиваю, как всегда, бывает, там, из прошлого какие-то, и совсем старые песни, какие-то там, типа, а-ля «Утесов». Там, думаю, может быть, оттуда что-то взять, там, может быть, что-то, даже Высоцкого одно время слушал, может быть, из Высоцкого что-то выцепить. Там, Виктора Цоя, ну, разные. И вот, вот, попалась мне песня «Ночь» Андрея Губина, и я так подумал, ну, вроде неплохая, вроде, блин, прикольная. И ребятам приношу приключения электроников, говорю, вот, смотрите, песня классная, давайте ее сделаем. Они говорят, нет, слушай, нам это не нравится. Нет, они так, нам это не подходит. Нам это не подходит. Ну, вот, я взял эту песню, пришел к пацанам, говорю, пацаны, сделаем. Они такие, во, короче, прикольная песня, сразу такие зажглись. И мы, блин, буквально, там, две репы и сделали ее. И сразу на следующем концерте, который у нас был, мы ее и сыграли. И народ просто там с ума сошел сразу. Вот так вот прям, давай, Губина, Губина. Все, и мы начали играть из концерта в концерт. То есть, мы вот, как мы ее сделали, вот, ну, сколько мы, года, наверное, 3-4 назад, да, мы ее сделали? Да, меньше. Меньше. И все, каждый концерт мы играем ее теперь. Просто мы еще любим на всех концертах, ну, немножко удивлять публику, вот, и готовить всегда что-то новенькое. Неожиданное. Да, неожиданное, ковирающее. И вот как раз вот решили, давай сделаем, вот, Губина, давай. Так раз, вроде, аренжировали, неплохо получилось. И так народ воспринял сразу, это хорошо. У меня тут вопрос, если, как выяснилось, песня, там, 3-4 года назад была вами перепета, почему ее еще нет в аудиоформате? Она бы точно затмила популярный кавер той же песни, который вышел 2 года назад. Есть, есть она, мы же записали ее, мы просто ее сделали, приклеили к клипу, но сейчас вот думаем, да, как-то надо ее выложить, там же вся загвоздка, это авторские права. Это очень сложная тема, на самом деле ее нельзя нарушать, за это можно сесть в тюрьму, потому что такая тонкая фигня. Вот, потому что если мы на этом зарабатываем деньги, то ее сразу запретят, изымут, и мы ничего не добьемся. Надо нам как-то так это сделать хитро, значит, надо решить этот вопрос правообладателям. То есть к ним обратиться по поводу того, что мы хотим выложить вот в интернет, чтобы люди слушали. Если они разрешат, то да. Мы как-то так сделали, какие-то такие рогкие шаги в эту сторону, но как-то нам ничего не ответили. То есть, ну, не знаю, как выкладывать. Можем выложить на свой страх и риск в своих каких-то так сообществах ВКонтакте, возможно. Но вот прям так, чтобы это на цифровых платформах было, такого, наверное, не будет. Так, все, подключил. Сейчас я его спаяю. Посмотри, что снимаю. Сейчас спаяю его, ребята. Сейчас я его спаяю. Нет, я не буду говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать и быть может навсегда. Пусть ты меня не слышишь, пусть в голос кольца пиши, я буду верить в чудо. Просто так из ниоткуда нет. Не хочу я много. Все, что прошу и Бога, так мало в жизни надо, смогу быть сегодня рядом. Ночь, что-то странная свобода, от заката до восхода, ждать тебя, надеясь вновь. О-о-о-о-о-о, день, я прошу, тебя не надо, от восхода до заката, говори мне про любовь. Но клип уже вышел Как вы думаете, дойдет ли до Андрея Губина Мы бы хотели, чтобы Этот клип дошел до Андрея Губина И чтобы он посмотрел его И разрешил нам Выложить и аудио Чтобы люди слушали И сделать это, как это говорится Достоянием общества Нет, ну как это говорится Правильно, чтобы все было Чтобы мы не по-пиратски поступали Грубо говоря Все было по закону Потому что, например Своё личное мнение выскажу Я сегодня, когда готовилась К нашей встрече, посмотрела клип Мне на самом деле очень понравилось И я услышала эту аранжировку И поняла, что это намного круче, чем делал Чабанов два года назад И вот я просто сидела такая, почему ее нет Ну нет ее на платформах Она нам давно уже там миллионы приносила Нет, в том-то и дело Нельзя выложить Мы спрашивали, интересовались И люди, кто тоже под вашим клипом Там наше радио забрали к себе Люди тоже пишут, что в свое время Песню Андрея не слушать не могли А теперь она в вашей версии Залетает только так Мне кажется, это, по-моему, самый лучший комплимент Который может быть У нас сейчас студия Решет Автор текстов и Михаил гитарист Ребят, с вами я бы хотела поговорить Больше о таком духовном В 99-м году, когда построилась группа, сложилась Какая у вас была вообще философия? В 99-м году можно я начну? Мне было 9 лет Поэтому у меня еще все было проще С бытом, так скажем Рошед Рошед сейчас расскажет Это было, в принципе, как бы Некий задорный панк-рок То есть более веселая музыка Никакой глобальной философии не было Был такой протест Юношеский бунт, можно сказать Это конец 90-х Это все-таки некая эпоха свободы А потом уже, да Уже более глобальным философским Мы пришли к текстам И к музыке, естественно А что вот поменялось в творчестве 25 лет назад, что было? И что сейчас? Ну, сейчас мы все-таки, наверное, к творчеству относимся более серьезней Чем раньше Потому что мы могли похулиганить Выпить То есть как бы уйти налево И кто-то мог забить на репетицию Ну и так далее Сейчас мы себе этого не позволяем Потому что для нас это уже больше, чем хобби Это все-таки, как бы, можно сказать, стили жизни Ну, просто нам нравится вместе проводить время Ну, просто нам нравится вместе проводить время, на самом деле Мы и семьями дружим То есть, поэтому Собираемся по вечерам Сочиняем музыку Играем Я вам больше скажу Что вот сейчас после записи мы поедем на репетицию Может быть Может быть Да нет, скорее всего поедем Потому что завтра концерт Вам придется репетировать Хотите вы это или не хотите Я заставлю У нас еще и администрируют жестко Поедем Ну, раз вы сами обмолвились Что у вас дальше репетиция Что, какую новую песню нам ждать И в какой перспективе Скоро Я думаю, этим летом Выйдет сингл Песня будет называться «Ничего нет» Надеюсь, что и будет клип Это вот вы первые, наверное, узнаете эту новость Она будет с неким фольклорным мотивом То есть, потому что Мы не боимся экспериментировать И всегда что-то в творчество вносим новое Так что запись уже практически завершена Ну, то есть, остаются там небольшие доработки И уже идут разговоры о съемке клипа Ребята, как строится ваша жизнь вообще за рамками группы? То есть, чем вы занимаетесь? Какие есть еще увлечения? Где работаете? Потому что, насколько я поняла Ни у кого как бы музыка Это не профессиональный вид деятельности Ну, у нас профессиональный вид деятельности Это у Олега Потому что он профессионально этим занимается Он играет еще в одной группе Он известный Еще в двух группах То есть, в двух известных достаточно командах Олег играет Это приключения электроников И группа мотологической музыки Тайм-аут А у вас как вообще строится, когда музыка Это не профессия, так сказать? Ну, музыка-то не профессия Но я очень много уделяю творчеству на самом деле То есть, потому что из, грубо говоря, десяти моих текстов отбор проходит максимум два Куда? Остальные кладутся в стол песни? В стол В стол Остальные как-то закатываются в банку Через десять лет Я больше скажу, что иногда из этого стола разрывается И получается новая песня Так вот, буквально Было вот С недавним синглом Который вышел в прошлом году Это «Бой» Она пролежала на полке Ну, лет пятнадцать И так же Как хорошее вино Настоялась и вышла в эфир И так же пролежал текст Про Рождество В новогодний релиз, который был Тоже лет пятнадцать пролежал Не нашли они тогда Им тогда То есть, как бы Все это не нравилось А вот сейчас То есть Ну, я опередил время А чем еще занимаетесь? Помимо группы Я работаю преподавателем в колледже То есть, у меня получается Отдых Это такая смена деятельности То есть, просто снял Предподавательский пиджак Надел Косоку И пошел, наверное, репетицию То есть Да, такое Хобби, так скажем С запасом Так скажем И возможным каким-то Дальше Прогресс Ученики и студенты Ученики и студенты Слушают Ваши треки На концерты ходят? Ну, они сказали Поставьте нам пятерки Я буду слушать Всегда ваши песни Голосовать на всех У меня вот группа Выпускалась Да, выпускники мои Сказали, что да Лишь бы мы все сдали Мы будем везде за вас голосовать На нашем радио постоянно Поэтому так Да, юмор Да А почему именно Это направление Вообще музыки? Как я полюбил панк-рок За это Високе Ну, на самом деле Моё знакомство С панк-роком Началось С американской команды Dead Kennedys И меня это Очень поразило Это было Очень протестно Даже для Америки В те годы И дальше Вот С каждым разом Всё было Интереснее Интересней После чего Когда мы уже начали Немножко заниматься Творчеством Я попал На фестиваль Напомню Мне было Добротой В 96-м году В Питере Где я первый раз Услышал Король Шут То есть Его в Москве Ещё никто не знал Я оттуда привёз кассету Ещё в Москве Не было Это был Конечно Некий такой феномен И Дальше Вот Было увлечение Такое Что создать Что-то своё Не похожее Ни на что То есть Ну В этом стиле Ну Надеюсь Что у нас Что-то получилось Ну Судя по тому Что собираются И концерты И как минимум По 6 тысяч подписчиков На том же На той же Яндекс.Музыке Есть Мне кажется Что это точно Получилось Будем надеяться На лучшее И на большее Да Ну и на самом деле Панк-рок Это достаточно Такая заводная музыка То есть она Вне времени Вне рамок Да Определённых Поэтому она И в принципе Она доступна Практически Любому музыканту Там Не надо быть Каким-то Виртуозом Для того Чтобы Сыграть Какие-то Песни Да Из этого Жанра Вот Поэтому Ну Не один раз Уже Из моды Из популярности Уходил Панк-рок И Несколько раз Возвращался Это вот Такой некий Феномен Не у всех Стилей Так получается У панк-рока Получается Даже В данный момент Если взять Да То есть После Сериала Король и Шут Того же Да То есть Снова Король и Шут Стал очень Популярен В данный момент Хотя Несколько лет Назад О нём Не особо Так вспоминали Наша студия Потихонечку Пополняется Людьми Сейчас К нам Присоединился Юрий Ударник Группы Фиги Ну что ж У меня Возник тут Следующий вопрос Ребята Помните ли вы Первую свою песню Которая принесла вам Популярность Конечно Это Чебурашка Ниндзя Че-че-че-че-че-че-че-чем Мурашка Ниндзя Как не смешно, потому что это одна из самых первых песен, которая была написана мной и Лешей Дуплевичем, уже, к сожалению, покинувший этот мир. Один из первых наших гитаристов. И она полюбилась очень многим среди панков и не панков. Мы очень часто иногда играли в своём родном ДК, над ним молодёжи. И вот когда один такой концерт давно закончился, я просто иду домой и слышу, как дети поют эту песню. И это было действительно как неким феноменом. Какой ваш лично самый любимый трек? Есть что-то, что до сих пор с тех времён отзывается и очень-очень дорого сердцу? Сердцу дорого, конечно. Много текстов, но один я хочу очень выделить, это «Четверть века». Он реально был написан, когда мне было 25 лет. И сейчас у трека «Новая жизнь», мы его перезаписали, потому что группу раньше мы меняли по четверть века, сейчас группа его поменяла четверть века. И это вот прям такие глобальные переживания. То есть, когда ты взрослеешь, и жизнь становится другой. Вот, кстати, о юбилее. У вас наверняка же есть какой-нибудь грандиозный просто план на отмечание своего юбилея. Если это не секрет. Ребят, поделитесь, что планируете? Ну, большой концерт будет. И будет он, по-моему, 24 ноября, если я не ошибаюсь, в клубе «16 тонн». Ну, счет-то точно пока неизвестно. Но планируем, да. Планируем еще издать мини-альбом. Ну, где-то 5-6 треков осенью. Надеюсь, что это получится. Песни будут совершенно новые. То есть, ранее даже не игранные еще на концертах. Думаю... Ну, гостей, наверное, пригласим. Знаменитых гостей, наверное, точно. Пригласим, да. Может быть, есть какая-то прям суперувлекательная или, наоборот, трешовая история с какого-нибудь концерта или репетиции. Вот что нигде не звучало, и будь таким эксклюзивом на нашем подкасте. Юж, расскажи. Нужно вспомнить сейчас, подожди. Что там такое было? Что такое было? Про палец свой расскажи. Юрий Иванович, расскажи, как ты водички попил. Нет, я могу рассказать про свой палец. Про палец. Покажи свой палец. У меня палец теперь не сгибается. Вот кривой. Сын попросил меня сделать для школы поделку. Я решил ему помочь. И проткнул шилом себе палец. И он меня загноился. И мне пришлось с больным пальцем ехать на концерт. Я проткнул палец, и буквально на следующий день у меня был концерт. И мне было жутко больно. Но концерт он отыграл. Но я концерт я отыграл от начала до конца. Причем там был клуб такой, знаете, маленький был. И не надо было громко играть на барабане. И я потихонечку сыграл, и все сказали, молодец, отлично. Так и надо было в этом клубе так играть. Ну, после концерта сразу поехал в больницу, где сделали не очень удачную операцию. И теперь Юрий не может полноценно играть на гитаре, на барабанах. Я не могу, но на барабанах прям так, как надо. У меня согнуто. В таком положении, как нужно. Юрий, у нас почти все поделились тем, чем они занимаются в профессиональной деятельности. Где работаете вы? Ну, вот я тоже, как Михаил, я педагог. И я работаю в социальном центре доверия. Это находится у нас от нас, от Медвежьих озер недалеко, в деревне Алмазово называется. И я работаю там воспитателем. И работаю я 25 лет, в четверть века. Вот оно, просто знаковое число нашего подкаста. Много детей выпустило, и мои ребята с удовольствием слушают наши песни. Один там, благодаря мне, начал учиться играть на гитаре. И что ему непонятно, спрашивает. И я еще у Олега нашего тоже интересуюсь. Он тоже помогает, показывает аккорды некоторых песен. Некоторые воспитанники приходят к нам на концерты. Это реально так. Прям такая армия фанатов. Ну, не армия, но некоторые есть прям преданные, которые не раз даже приходят на наши концерты. Да, и не только из-за творчества, но и только, чтобы встретиться со мной, пообщаться. Дань уважения мне там возложить, так скажем. Ну что ж, ребят, будем заканчивать. Я благодарю вас за то, что вы пришли ко мне сюда на подкаст. Честно сказать, мы всем телеканалом следим за вашими новостями, за релизами треков, за концертами. Мы хотим вам пожелать процветания, чтобы вы как можно чаще радовали нас, ваших фанатов, новыми треками. Ну и, конечно же, вам творчество, безумного потока идей и всего-всего, что необходимо. Спасибо огромное. Мы пожелаем вам также процветания и надеемся на продолжительное сотрудничество, потому что наше сотрудничество с вами началось лет 25 назад. Все возвращается на круги своя, и я уверена, что мы встретимся в этой студии еще не раз. Спасибо вам большое, ребят. А это был подкаст «Крупным планом». До скорых встреч в эфире и в соцсетях. Пока-пока! Всем привет! В эфире подкаст «Крупным планом». Меня зовут Катерина Косова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова